И вот мы находимся в книге «Бытие», третья глава. И вещи разрушены. Планы не разрушены. Но пришло разрушение. И основа отношений, они разрушены. И как Бог будет восстанавливать это? Он начинает устанавливать порядок. Человек, мужчина, он является главой семьи. И это лидерство слуги. Мы будем говорить больше в другой день. Но очень важно понимать, что означает библейская власть. Я не жила в Украине достаточно долго, чтобы знать те вызовы, которые бросают вам жизнь. В Америке немногие люди понимают настоящее библейское основание, что означает семья. Самое лучшее место, понимание власти, конечно, рассматривая Иисуса. Изучай его жизнь. И наблюдай за властью, которую он использовал. Люди понимали и люди принимали тот факт, что он говорил с властью. Он учил с властью. Но он сказал, что он не пришел, чтобы ему служили, а он пришел, чтобы служить. Библейская власть, это не означает быть боссом. Делай то, что я говорю. Вот это мой путь. Это не библейская власть. Библейская власть всегда приходит с очень большой ответственностью. Где я выросла в церкви, там было такое учение, где женщина должна подчиняться мужу. И я не говорю то, что я не соглашаюсь с этим или это неправильно. Но я вам скажу, что если несбалансирован тот факт, что люди понимают настоящую ответственность, лидерство, с обоих сторон, то это не будет работать. Очень много разрушительной работы сделано не только в теле Мессии, но также в отношениях, только из-за того, что власть была неправильно используема. Одно из примеров, это Лука, седьмая глава, восьмой-десятый стих. Просто напишите, а потом вы посмотрите. Это была история сотника, где слуга был исцелен. И что мне нравится в этой истории, где он говорит, что я человек власти, который нахожусь под властью. И я говорю людям, иди. И если мы не находимся правильно под властью, то мы никогда не сможем ходить и использовать нашу власть, которую мы имеем. И, конечно, это также относится к телу Мессии. Но это также относится к семье. Нам нужно понимать библейскую власть. Если бы Кирк приходил ко мне и давал эти приказы, как Адольф Гитлер, то это не Бог. И для меня это очень тяжело было бы последовать этим приказам. Но он не так часто это делает. Ты знаешь, как Адольф Гитлер? Да! Зиг Хайл! Это было бы, как я раньше ожидала, что так должно было быть. А тяжело так следовать таким примерам. Раньше он приходил, говорил, так, дети должны замолчать. И где ужин? Вы знаете, это было тяжело тогда. Но благодарю Бога за то, что тот сезон в нашем браке был очень такой короткий. Прекрасно прийти к примеру Иисуса и рассматривать Его как самый лучший пример власти. Давайте откроем Ефесянам 5 глава. 5 глава, 25 стих. У меня было время, где мне очень тяжело, этот вопрос о подчинении был очень болезненный для меня. И я помню то время, где я говорила к Богу, что как я не согласна с этим, и как мне тяжело было работать с этим вопросом. И потом я увидела, что там написано так же, как мужья должны относиться к женам, как Христос возлюбил свою церковь. И когда вы смотрите в этом контексте, тогда подчинение мужу очень легко. И я буду делать свою работу. И на своем месте. С моими проблемами буду бороться. Потому что его работа намного тяжелее. Он должен меня любить даже тогда, когда я дурно пахну. И я могу быть такой. Когда я расстроена, когда у меня не все в балансе. Есть вещи, которые происходят с женским телом, они называются гормоны. Мы удивительно сотворены. У меня была операция недавно, и во время операции мне нельзя было пить свои, мои гормональные препараты. И три дня после этого, а я не была готова к этому. Я принимала душ и вышла из душа. Все еще после операции, мне тяжело передвигаться. У меня болит, все. И все, что он сказал мне, он ничего такого плохого мне не сказал. Он сказал, ты, наверное, все еще сырая, но в понятии ты немного еще проходишь боли. Все, что я слышу. Ну, потому что, видимо, это боли, и они себе давали знать. Они говорят, ну, слушай, ты еще не совсем здорова, там все еще болит тебя. Все, что я услышала, ты ленивая, ты жирная, и ты вообще не хочешь работать над собой. И я начала плакать. И вы знаете, я не вот так чуть-чуть плакала. Вот так я плакала. На части я была вот так вот раскололась. А он стоит там и смотрит на меня. Что я сказал? Что с ней? Что с этой женщиной случилось? И ему нужно было любить меня так, как Христос возлюбил Свою церковь. И даже когда это произошло, я понимала в своем разуме, что это нелогично. И в конечном итоге дошло до меня. И дошла мысль до меня, что, слушай, женщина, ты сейчас не используешь свои гормональные препараты, которые балансируют тебя. И вы знаете, с тех пор, как я начала опять применять, у меня все хорошо. И вы знаете, что подчинение тяжело. Но иметь власть и подчиняться, это тяжело. И вы знаете, вся жизнь, она очень сложная штука, тяжелая штука. Иисус не обещал нам легко. Он сказал, что в этом мире вы будете иметь скорби. Но радуйтесь. Вернемся сейчас к Иисусу как нашей власти. И это власть, это картина. Он отдал свою жизнь за нас. И Он взял эту ответственность за нас. Но мы не должны думать о Иисусе, как Он всегда такой любящий, такой вот всегда, ну, ничего страшного, ну, все нормально, вот так вот. И который поглаживает. Ну, как ты хочешь, дорогая. Это не Иисус. Вы подумайте о Нем, когда Он пошел в храм, и когда Он разогнал. Он был серьезен. Дом моего Отца должен называться Домом молитвы. И власть, она не всегда вот такая вот легкая или поверхностная. И иногда, если вас, ваша власть, она неправильно относилась к вам. Когда настоящая власть, и если над вами издевалась ваша власть раньше, то, когда приходит правильная, истинная власть от Бога и пытается сделать коррекцию в вашей жизни, то у вас противостояние происходит. И если, допустим, с вами такого не происходило, то вы обнаружите, что с теми людьми, которыми вы будете в дальнейшем работать, и если у них было такое переживание, то по отношению к вам будут такое отношения. И знаете, что люди в общинах, которые больше всего создают проблемы или с ними трудно работать, это с теми людьми, у которых когда-то власть, которая была у них раньше, она неправильно была использована над ними. Давайте рассмотрим, что же настоящая библейская власть она предоставляет. Первое, безопасность. Библейская власть предоставляет безопасность, защиту охраны. Господь есть пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это есть провидение. Или те места Писания, где Иисус говорит, что я есть добрый пастырь. Он заботится о своих овцах. Библейская власть, она заботится о тех, кто находится под ними. Посмотрите на Псалом 22. Это и есть картина библейской власти. Есть еще одно, что библейская власть должна предоставить. Это свобода, чтобы раскрываться. Раскрывать свои дары. Раскрывать свои способности. Это означает даже свобода ошибаться и падать. Быть неудачником. Потому что от своих ошибок мы часто учимся. Ответственность библейской власти — это предоставить место защиты. Чтобы они могли расти. Это место, где Иисус говорит, что я есть виноградная лоза, а вы есть ветки. А отец мой есть виноградарь. Библейская власть, она будет приносить и обрезание. Но также и цель за этим стоит, чтобы приносить больше плодов. И если у вас есть библейская власть, у вас должно быть библейское подчинение. И нам нужно с этим справляться, потому что найти решение, потому что это написано в Писании. Греческое слово для подчинения — это хупотасо. это выражение военное. Это означает, что находиться в звене. Таким образом, чтобы ты знал, кто впереди тебя, кто сзади, кто рядом, кто с другой стороны. И в других местах Писания используется слово, где мы... И также используется слово, которое означает, что мы заставим врагов подчиниться нам. Но когда используется семья и брак, используется именно это слово, где я выбираю подчинить, я подчиняюсь. Мое подчинение, которое я представляю своему мужу, это мой подарок, мой дар для него. Та минута, то время, когда он выбирает это принятие от меня, он принимает этот дар. Я выросла в семье, где мой отец был очень такой сильный, который говорил, Кэрин, ты не можешь быть Духом Святым для меня. И я понимала, что я не могу сделать работу Духа Святого в моем муже. Но я имела неправильное понимание Писания, где я переводила так, что мужчина, его задача в том, чтобы подчинить женщину, чтобы заставить ее подчиняться ему. Понимаете, да? И я знала эту женщину, и, знаете, эта женщина была вообще никудышния. И она была настолько неуправляемая, и я думала, слушай, ну почему ее муж не может взять ее просто в оборот и так вот держать ее в руках? И Дух Святой меня поправил. Его ответственность — любить его жену, как Христос возлюбил церковь. Ее ответственность — подчиниться. И я научилась, что мне нужно убрать свои руки. И не имеет значения, что я думаю об этой ситуации. Я не могу позволить, я не могу заставить ее подчиниться. И я сказала, Господь, спасибо, что она не приходит в нашу церковь. Потому что я не ответственна за нее. Я ответственна за то, чтобы подчиниться своему мужу. Поймите, что я не должна подчиняться всем мужчинам так же, как я подчиняюсь ему. Одного мужчины мне достаточно. Вы знаете, что мы подчиняемся друг другу. И в Писании мы это видим. Есть даже места и порядок, где я даже подчиняюсь своему сыну. Из-за позиции власти, в которой он сейчас находится. В бизнесе, а также в церкви, которую позицию он занимает. Когда я иду в церковь в детское служение, я подчиняюсь женщине, которая во главе стоит. Потому что есть библейская власть. И знаете, как плоть говорит, может сказать, я могу зайти в это детское служение, я же жена пастырь, я буду так, как я говорю. Что я хочу, то и сделаю. Но вы знаете, это не хорошая власть. Потому что это место, оно не является этим местом, где этот человек, который поставлен во власти, например, в детском служении, он не может раскрывать свои дары, так, как он видит это. И есть люди, которые имеют идею, и они подходят в нашей церкви, разные люди, и предлагают свои идеи. И вы знаете, что эти идеи не всегда работают. И библейская власть может сказать, что, ну, это не работает, давай не будем это делать. И это также относится свобода позволить делать ошибки и свобода учиться. И это позволяет мне легко подчиняться. Я приношу свой дар. Я буду кооперировать с этим. Я буду кооперировать с этим. Окей. Эфессианам 5, 21. Там, где написано, жены, повинуйтесь своим мужьям, 22 стих, как Господу. И мужья, любите своих жен. И мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, предал себя за нее. И то, что здесь апостол Павел говорил, что подчинение, это то, что должно происходить в церкви. Например, жены, повинуйтесь своим мужьям. Потом он идет дальше и объясняет еще некоторые места, где нам нужно подчиняться. Но есть также одно Писание, где я считаю, что оно очень интересное. Это другое Писание, не только, где написано, где молодые должны быть послушны своим родителям. Но большинство мест Писания подчинения описывают те места, где жены, это выборочное, что они подчиняются своим мужьям. Другим словом, что они выбирают подчиняться. Первое Коринфиано, седьмая глава, написано также о том, что мужья, сейчас, секундочку, семь четыре, что жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не власти над своим телом, но жена. Это говорится в контексте того, что мы не должны удерживать от сексуальной нужды друг друга. но мы можем также рассматривать, как, о, у меня есть власть над его телом. И вы знаете, было время, где я также использовала этот стих в своей власти. Я говорила, возьми это тело, которое я имею власть над ним, и поведи его к доктору. И вы знаете, что он сказал, хорошо, потому что он не всегда любит идти к доктору. Но большинство времени это Писание говорит мне, чтобы я подчинялась мужу. Я не могу убежать от этого. И вот еще одна область, где семья, как семья влияет на церковь. Первое Коринфянам, одиннадцатая глава. Первое Коринфянам, одиннадцатая глава, с первого по пятый стих. Раньше я была в замешательстве от того, что я понимала, что женщины, которые приходят в церковь, они должны покрывать свои головы. И я вам хочу сказать, что я настолько сильно Бога люблю. И если он хочет, чтобы я одела шляпу в собрании, я буду носить шляпу. И я годами боролась с этим вопросом. И в конечном итоге закончила с тем, что я начала читать книгу Коринфянам от начала до конца. И я получила ответ. Он – моя шляпа, моя покрывала. Моя шляпа сейчас сидит и работает над своим компьютером. Он – мое духовное покрывало. Поймите, что когда я хожу в подчинении и в послушании перед Ним, то у меня высвобождается власть намного больше. Это положение сердца. Это положение сердца. И если мы едем в церковь, и если я принимаю решение, что он идиот, и я не буду его сейчас слушать, я вам гарантирую, что мне тогда нужно оставаться в машине и сидеть в машине. Потому что тело Мессии будет намного лучше, если меня не будет там служения. И потому что я хожу в страхе Божьем, я не пойду туда. Потому что он – мое покрывало. Я видела людей, женщин, которые были непокрыты, они не подчинялись власти. И иногда это было очень понятно почему. И когда они вступали в ходатайственные молитвы или в духовную брань ходили, это не хорошая идея, потому что они были уязвимы. Это равносильно тому, что вы бегаете на улицу, когда дождь идет, и вы спрятали свой зонтик, и потом разозлились. Почему вы намочились? Поймите, что мое покрывало, оно не зависит от его совершенства. Потому что подчиняясь ему, Дух Святой приходит, и он покрывает все дыры. И это не в нем заключается. Но суть заключается в том, что я должна доверять Богу. Потому что тяжело иногда. Помните, мы говорили о том, что самый лучший метод рассматривать духовную власть это рассматривать Иисуса. Самое лучшее место, где мы можем рассматривать подчинение, это Иисус. Валентин вчера говорил о том, что когда Иисус собрался с двенадцатими учениками и говорил о... И он говорил о том, что... Он привел пример о том, что когда он был мальчиком в храме, и что я должен делать дело моего отца. И тут он с двенадцатими говорил о подчинении. Но тем не менее, он выбрал, избрал, пойти и подчиниться. В Гесеманском саду. И ему было очень тяжело подчиниться. Но тем не менее, Иисус сказал так, что да не будет моя воля, но твоя воля. Иисус был совершенно, он подчинился. Он совершенно полностью подчинился. Он ничего не делал независимо. Давайте будем говорить немного о том, что не является подчинением. Некоторые считают, что я настолько ничего не значу, что я буду сейчас лежать, вот как этот ковер, и буду лежать. Подчинение — это не означает, что я отказываюсь входить в конфликт с моим мужем. Подчинение — это не означает послушание. Может быть, сейчас вы как-то думаете, что же я сказала, нужно подумать, что я сказала. Я немного дам пример с государством связан. Есть времена, где государство мое обязывает меня делать определенные вещи, которые я бы не делала. Я могла бы быть непослушна и тем не менее быть подчинена государству. Понимаете, чем я говорю? Потому что я понимаю, что они могут меня посадить в тюрьму. Я подчинюсь их власти, но хотя я не могу не принимать все их условия. И когда я подчиняюсь, я не перестаю быть тем, кто я есть. И если кто-то попытается вас изменить тем человеком, который Бог вас сотворил, это не библейская власть. И это мой дар, который я выбираю отдавать. Сейчас перерыв, пожалуйста.